Я всех приветствую и хочу сегодня показать на примере нашего университета, как внедрена система дистанционного обучения на платформе Moodle. Наша система размещена на домене iqipu.ru и для того, чтобы попасть в эту платформу, нужно выбрать дистанционное обучение. Выбрав этот пункт меню, мы попадем на главную страницу, на которой размещены все наши факультеты, и каждый желающий, кто хочет посмотреть, какой факультет есть, сразу может на это просмотреть. Одновременно, если мы пройдем дальше навигацию, выбрав какой-то факультет, мы можем попасть уже на конкретные кафедры факультетов. В свою очередь, выбирая одну из кафедр, мы можем выбрать уже направление подготовки, которое будет интересным. На самом деле, если сейчас вернуться немножко назад, каждый желающий может попасть в эту платформу, и каждый желающий может просмотреть содержание всех факультетов, содержание всех кафедр и то, какие направления они готовят, какие специальности выпускают. Выбрав, например, направление прикладная информатика, мы можем просмотреть, какие дисциплины на этой кафедре изучаются. И очень интересно будет для абитуриентов, которые уже на выходе из школы выбирают вузы. Очень будет, я думаю, что им интересно именно посмотреть, что же они будут изучать. И это один из больших плюсов в навигации по нашей дистанционной системе обучения, потому что, еще раз хочу повториться, для просмотра этих данных не нужна никакая авторизация, достаточно зайти в гостевом режиме. Одновременно, если кого-то интересует, то есть, либо он записан уже на курс на обучение, либо он, все-таки, хочет, достаточно в поисковой строке написать, что он хочет найти, какую дисциплину он хочет просмотреть. Например, мы выбрали программирование, и поиск нам выдал пять наименований дисциплин, в которых есть слово программирование. Мы видим краткое описание дисциплин, кто составитель этого курса, но для того, чтобы просмотреть уже детальную информацию, для этого нужно быть авторизированным пользователем, и тут права уже ограничены. Мы с вами зайдем в режиме преподавателя, и я хочу сейчас ознакомить с тем, как налажена система, как сконструированы курсы в нашем университете. Перед вами главная страница, моя страница, где отображены те дисциплины, где я либо являюсь читающим преподавателем, либо ассистентом. Система дистанционного обучения КИПУ позволяет не только просмотреть, какие курсы за мной закреплены, одновременно мы видим, какие дедлайны или какие-то важные события у нас сейчас на этой неделе или в этом месяце у нас намечены. Каждый преподаватель, который ведет курсы, он может добавлять эти курсы, он может их структурировать тем образом, которым он их хочет. Добавив любое количество, он может перейти к режиму редактирования, где настраивает их в разном формате. Либо мы можем настроить их прохождение курсов в недельном формате. Мы можем добавлять различные объекты для ведения нашей дисциплины. Например, такие очень часто используют объекты как лекции или задания, в том числе семинары могут быть как основные функции. Но, конечно же, есть режим видеоконференции, который в наше время сейчас сам актуально. До 17 марта система была внедрена в университет, но после 17 уже была расширена на все кафедры, на все факультеты без исключения. Из 17 марта все наши преподаватели полностью задействованы в дистанционном обучении используя этой платформы. Если говорить о наполнении курса, помимо недельного планирования проведения курса, мы можем планировать курсы тематические. И это уже зависит от преподавателя, который сам планирует, как ему удобно. В то же время, наполнив курсы, сформировав их в недельном или тематическом формате, каждый преподаватель начинает их наполнение. Главным и очень интересным моментом в системе Moodle является система ограничений, которую может накладывать преподаватель для того, чтобы стимулировать студентов или контролировать студентов на правильное прохождение, на прохождение всех курсов вовремя. Это одним из таких моментов. Например, мы можем выставлять сроки, с какого числа эта тема или эта лекция или это задание может выполнять студент. Мы можем ограничить сроком до какого времени этот курс или эта тема или любой другой объект в этой системе Moodle может быть доступен. Другие элементы в ограничениях или стимулирования является элемент завершенности. Каждый студент, пройдя какой-то этап, он должен его завершить, получив подтверждение либо от преподавателя, либо отметив самостоятельно эту тему или лекцию, например, или задание какое-то как завершенным. Ключевым, на мой взгляд, критерием является то, что каждый студент должен набрать определенное количество баллов для того, чтобы получить доступ к дальнейшему прохождению. До тех пор, пока он не наберет, либо не завершит элемент, либо, например, не пройдет, не наберет какого-то определенного количества баллов, у него не будет допуска к следующим, прохождению к следующих этапов. И это стимулирует наших студентов на то, чтобы вовремя выполнять задания и вовремя представлять их преподавателя. Каждый студент, начав курс, обязательно изучает курс подготовка к экзамену. В данном случае этот курс ориентирован на завершение экзаменом, могут быть курсы, которые завершаются зачетом, но так или иначе этот пункт будет присутствовать всегда, либо подготовка к экзамену, либо подготовка к зачету, который он должен пройти, но мы к нему еще вернемся чуть позже. Перед формированием всего курса очень важна настройка журнала оценок. Начиная с первого занятия и до последнего студенты должны понимать, какая у них учебная траектория, сколько им компетенций, сколько баллов им нужно набрать, чтобы завершить успешно этот курс. И в данном случае по каждому объекту нашего курса преподаватели накладывают ограничения в виде баллов. Важным моментом для преподавателя, чтобы ориентироваться, как наши студенты проходят курс, система Moodle предоставляет возможность видеть, кто предоставил оценок. Например, на лабораторию номер один пришло четыре ответа, которые преподаватель может оценить уже и так далее. Одновременно получив такой запрос на оценивание, преподаватель выставляет оценку и может писать комментарии по каждой полученному ответу. В данном случае поставит оценочку преподаватель и здесь напишет отзыв или комментарий на выполненное задание и каждый студент получает рассылочку на свой почтовый адрес. И вот перед нами сейчас таблица, которую студенты уже получили по прохождению. Преподаватели видят всех студентов, видят итоговые баллы, видят прохождение каждого этапа. Все, что я говорил, это касалось роли преподавателя, который настраивал и контролировал курс. Но помимо этого есть другие роли. Мы видим роль управляющего в системе Moodle, роль составителя, преподавателя, ассистента, студента и гостя. Про роль гостя я в самом начале сказал, что гостем может быть любой, который просмотрит не входя, но может быть и гостем внутри курса, если преподаватель его зачислит как гость. Ему не нужно будет проходить курс, но он может ознакомиться с ним. Важна роль управляющего. Она важна для руководителей, которые контролируют или корректируют курсы и могут какие-то вносить замечания или пожелания. Они видят все курсы университета, всех кафедр, всех направлений подготовки. В каждом курсе может присутствовать ассистент. Это другой преподаватель, который помогает вести данный курс. Это может быть преподаватель, который ведет лабораторные занятия или любые практические занятия или тому подобного. В данном случае мы каждую неделю со своей кафедры еженедельно производим созвон, где встречаемся в видеорежиме и обсуждаем те или иные моменты, которые возникли при прохождении курсов, либо при работе со студентами и делаем какие-то общие выводы. Каждый преподаватель, который уже завел курс и зачислил своих студентов, он видит зачисленных студентов, он видит, присутствуют ли они в курсе, зашли ли они на этот курс в систему Moodle. Одновременно это является и контролем присутствия, что сейчас очень важно в режиме дистанционного образования. А есть ли наши студенты? И мы одновременно видим, по каждому студенту. Но если переходить к роли уже студента, и здесь я зашел в роли студента, чтобы показать с его теперь стороны, как же ему проходить. У каждого студента имеется информация о нем, есть курсы, на которые он записан, он видит объявления, которые делает преподаватель по данному курсу, тоже видит все недели, которые у него открыты. Мы видим, что на сегодняшний момент активно только неделя с 12 апреля по 18, потому что только эта неделя у нас активировалась, у него нет доступа к следующим неделям. Видит, еще раз повторюсь, объявления, он может их открывать, смотреть. Эти объявления аналог мессенджеров, где в постоянном режиме преподаватель, и не только преподаватель, может делать объявления. В данном случае мы видим два объявления, которые были размещены на крайние сроки по отправке отчетов, например, по каким-то заданиям, и минимальный проходной балл, о котором должен пройти студент. Важный момент, о котором я говорил еще ранее, это что все курсы должны начинаться с представления всех данных, какие пройдут студент, про всех тем или всех возможных заданий, которые нужно освоить студенту. И в данном случае это подготовка к экзамену, это курс вычислительной системы сети телекоммуникации. Студент ознакомливается с ними. Также ему в этом объекте предоставлена такая вещь, как основная литература, до список основной литературы. Этот список актуальный, он кликабельный. Выбрав любую из ссылок, он попадет на сайт электронной библиотечной системы, где может ознакомиться уже с этой литературы, прочесть ее глубже, чем просто было рассмотрено на занятии. В том числе дополнительная литература, которая также позволяет перейти по кликабельной ссылке. Весь доступ к электронной библиотечной системе для наших студентов бесплатный, и он в постоянном доступе. В любой точке есть, где есть интернет. У каждого студента есть окно, в котором стоят предстоящие события. Например, здесь отражены, когда крайние сроки сдачи лабораторных работ. Когда мы встречаемся с студентом, обязательно мы с ними встречаемся в режиме видеосвязи. Они могут задавать вопросы. Соответственно, начиная каждую неделю, мы в режиме видеосвязи оговариваем с ними, какие у нас элементы нужно пройти в этом, на этой неделе. Каждый преподаватель тоже в режиме видеоконференции объясняет материал. У студентов, у всех есть доступ к этому материалу в виде презентации, либо это может быть еще какой-то другой вид. Если есть необходимость преподавателю что-то объяснить, уже включается не только презентация, а преподаватель показывает, как можно решить тот или и момент уже в живую. В данном случае я хочу показать еще один момент. Например, выполнение лабораторной работы. У студентов доступ в системе. Помимо этого, параллельно все задания дублируются у нас в облаках, используя облачные технологии. И для сдачи лабораторных работ, например, вот в частности, опять в режиме видеоконференции, студенты показывают выполненное задание. После этого они загружают свое задание. В нашей же системе дистанционного обучения преподаватель получает и выставляет им оценки. Либо может быть другой какой-то момент, другой тип выполнения. Это выполнение, в данном случае, самостоятельной работы, где фаза предоставления работ тоже ограничена преподавателем. Ну и интересный момент. Это аналог других всех мессенджеров в системе Moodle. Это чат-сессии, которые тоже у нас используются преподавателями в течение занятия. Студенты пишут, преподаватели им задают вопросы в режиме онлайн. И самым главным моментом, который важен для студента, это завершить удачно этот курс. Мы видим прохождение стопроцентного курса и желаем всем нашим студентам, чтобы они заканчивали курсы со стопроцентной успеваемостью. Все этапы были удачно завершены. Я надеюсь, наш опыт представленный сегодня поможет вам. И призываю не бояться и использовать современные технологии, которые направлены на улучшение нашей жизни и облегчение всех процессов. Спасибо.